Продолжение следует... 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 удалось повторить сенсационный успех «Историю любви и не спящих в Сетле». Почему фильм, снятый по роману «Дневник памяти» имел огромный успех во всем мире? Объяснить это невозможно. Прочитайте «Дневник памяти» и поймете сами. Фрэнсис Коттс Фитцжеральд «Великий Гэтсби» «Великий Гэтсби» – это самый известный роман Фитцжеральда, ставший символом века джаза. Америка. 1925 год. Время сухого закона и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Но для Джея Гэтсби воплощение американской мечты обернулось настоящей трагедией. А путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. Ведь каждый из нас в первую очередь стремится не к материальным благам, а к любви, истинной и вечной. Трумэн Капотте. Завтрак у Тиффани. Этот автор входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Вниманию читателя предлагаются две его классические повести. Лирические «Голоса травы», публикующиеся в новом переводе, а также самое знаменитое произведение Капотте, прославленное в 1961 году экранизацией Содри Хёбберна главной роли, сыгравшей главную героиню повести Холли. Одну из самых ярких и необычных женщин американской литературы. Эксцентричную полную жизнь Холли влечет в себе мир богатых людей, сверкающий яркими огнями бриллиантовых колье. Руководство и своих поступках лишь голосом сердца сочетает детскую наивность с чарующим обаянием настоящей женщины. Она как бы воплощает в себе саму сущность Нью-Йорка, города, в котором лежат мечты на расстоянии вытянутой руки, отгороженные блестящими стеклами пленяющих взгляды витрин. Субтитры создавал DimaTorzok